Это действительно была экстренная мера. Вчера у нас, если обратили внимание, был первый настоящий весенний солнечный день. Начинается обильное таяние снегопада. Вчера в конце дня мы провели обследование этой автодороги, обследование склона горы. И были вынуждены в ночь оперативно экстренно перекрыть дорогу, потому что начинается камнепад для того, чтобы не было никаких трагичных последствий. Соответственно, для многих сегодня было действительно удивлением, что дорога оказалась перекрыта без предупреждения. Но мы были вынуждены действовать быстро. Решение было принято порядка в 2 часа ночи, потому что камни начали падать. И действительно, это очень опасный участок. Соответственно, сейчас мы эту автодорогу перекрываем полностью. Она перекрыта для движения любых транспортных средств со стороны Платины и со стороны Прометея. Единственное, со стороны Прометея оставляем проезд порядка 400 метров до станции Чулынка. Это населенный пункт Айчинского района. А движение по автодороге, где у нас сам склон, оно прекращено. У меня огромная просьба жителям города отнестись к этому с пониманием. И мало того, на эту дорогу действительно не выходить. Потому что сейчас возможно ухудшение ситуации в связи с обильными таяними снега. Должна вам сообщить, что сейчас дорога уже открыта, все блоки растащили. Вы не знаете об этом? Мы уже были там сегодня. Там действительно, там получилась ситуация в том, что закрыли со стороны Платины въезд. А через Чулынки выезжали люди с этой стороны. Они ее действительно открыли. Уже распоряжение даны. В настоящий момент будут готовить разворотную площадку для большегрузов, которые не смотрят на дорожно-знаковую информацию. То есть те, кто будут все равно туда проезжать. Мы перед Виадугом устанавливаем, делаем площадку. И эти бетонные блоки будут перенесены туда. Естественно, здесь от дурака не защитишься. Можно хоть забетонировать эти проезды. Если люди, некоторые не понимают вот этой опасности, они будут слезть на дорогу. А почему перетели дорогу, не предупредив ни Назаровский район, ни Ачинский район, ни Министерство транспорта? Никто сегодня оказался не в курсе ситуации. Рассказываю. Здесь маленькая, наверное, у вас информация недостоверная в этом отношении. Мы сегодня разговаривали с Ачинским районом. Они выходили на меня с претензией. Почему у них не смог школьный автобус, не школьный автобус, а автобус, на котором они возят школьников, не смог проехать по этой автодороге? Ответ, с моей стороны, был довольно-таки жестким. Потому что раз изначально этот школьный маршрут у нас изначально не был согласован, когда мы прорабатывали вопрос перекрытия этого участка автодороги, мы вышли на Ачинский район и предупредили, что, ребята, автобусы, тем более с школьниками, которые передвигаются по нашим транзитным зонам. Их маршруты движения, безопасный маршрут движения, должны быть согласованы с нашим муниципальным образованием. Они обратились к нам с запросом согласования участка, и им был согласован другой маршрут. Они не имели права двигаться по этому маршруту. Что касается согласования с Крудором министерством транспорта, соответствующие документы мы отправляли им ранее, еще после выхода распоряжения, о том, что мы планируем перекрыть эту дорогу и с просьбой согласовать. Письменных ответов мы не получили, устные ответы были в ваш участок автодороги, перекрывайте. Еще раз говорю, действительно можно отложить перекрытие, было на 10 марта, по всем каналам прозвенеть, что да, мы 10 марта перекрываем, но ситуация не требовала отлагательств. Поэтому сейчас автодорога будет полностью перекрыта, жители об этом тоже полностью узнают. Дорога же на знаковой информации у нас установлена, если я не ошибаюсь, еще в сентябре, соответственно, в принципе, об этом, ну, уже все должны привыкнуть, что дорога эта у нас функционировать не будет. Также мы сейчас будем проводить совместно с Ачинским районом работу, попытаемся вот этот проблемный участок автодороги переедать в краевых учреждениях. А вы уже по этому поводу выходили на администрацию Ачинского? Да, мы по этому поводу обсудили с администрацией Ачинска дальнейшее наше действие, кто будет его обслуживать, пока вот этот промежуток времени, вот этот участок, который будет действовать, как мы вообще будем проводить взаимодействие с Ачинскими властями. Соответственно, сейчас уже готовится совместный документ на Ховлова, мы будем выносить предложение о передаче дороги в другую собственность. И также уже обсудили вопрос обслуживания этого отчетного периода до 31 марта муниципальное образование города Назарова. Участок от Прометея до поворота на Чулынке будет обслуживать самостоятельно, то есть за наш бюджет. На следующие промежутки сейчас задают вопрос главе Ачинского района на искание средств, так как эта транзитная зона будет обслуживать только деревню Чулынка. А деревня Чулынка отношения к Назаровской зоне никакого не имеет.